В канун Нового года абсолютно все дети ждут чуда. Этот праздник у всех ассоциируется с нарядной елкой, подарками и, разумеется, Дедом Морозом. Катя и Максим Поповы тоже ждут зимнего волшебника, хотя свой самый желанный подарок в этом году они уже получили. И вот у него ждет Мороз. Вот. Кот Кузьма подарком от Деда Мороза тоже очень доволен. Теперь он пытается улучшить момент, когда с попугаем Ричи можно будет познакомиться поближе. Ожидание праздника немного затянулось. Сказочные олени и упряжки тоже могут застрять в пробке. Но зимний волшебник все-таки появился на пороге. Новый год. Ой, я так вам спешила. В этот день положено веселиться и танцевать, играть и дарить подарки. А вы знаете, кто заведует в этот день подарками? Дед Мороз. Правильно. Роли новогодних персонажей исполняют депутаты ученической городской думы. Перед Новым годом они всегда поздравляют ребят с ограниченными возможностями здоровья. К тем, кому трудно передвигаться, сказка приходит сама. У нас есть 10 семей, которым мы уже не первый год поздравляем. У нас 24 депутата и в каждую семью идут по 3 человека. Ну, кому ближе на этом район, то туда и идет. Ребята уверены, чтобы дети смогли сами творить чудеса, нужно немного веры и терпения. Катя и Максим в этом году поверили в Деда Мороза. Возможно, в следующем году в чудо сможет поверить и их мама.